Всем привет! Сегодня хотим поделиться с вами классным рецептом крема для покрытия торта. Это крем-чист с добавлением белого шоколада. Данное покрытие для тех, кто не очень любит стандартный крем-чист на сливочном масле, и кому не нравится жирность и плотность классического ганаша. Он получается что-то среднее между этими двумя видами кремов. К нему прекрасно подходят любые виды декора, и даже вафельная бумага в течение 12 часов не тает. А в самом конце видео мы остановимся на моменте, почему такой крем может не застывать. Для стандартного тортика диаметром 16 см и высотой около 12-14 см нам понадобится 150 г сливочного масла жирностью 82%, 150 г белого шоколада с содержанием какао-масла от 33% и творожный сыр крем-чиз 350 г. Также понадобится белый порошкообразный краситель для выбеливания крема, но это только в том случае, если вам необходимо добиться более светлого оттенка крема. Масло обязательно должно быть комнатной температуры. Мы его достали из холодильника, и примерно 2 часа оно размягчалось на нашей кухне. Сыр мы всегда используем вот этого производителя, но можете брать любой, главное, чтобы это был именно крем-чиз. Мягкое сливочное масло нам нужно взбить на высокой скорости миксера до пышности и побеления. На это уходит 1-2 минуты. Теперь сюда добавляем сыр и перемешиваем, но не взбиваем, иначе будет много пузырьков воздуха. Сыр у нас был почти из холодильника. Мы его достали и примерно 10 минут он постоял на столе, прежде чем его добавлять в масло. Вот такая плотная масса получается на данном этапе. Топим шоколад на водяной бане, либо отправляем в микроволновку. И растапливаем импульсами примерно по 8-10 секунд, периодически доставая и помешивая. В идеале использовать шоколад с содержанием какао-масла от 32%. Если использовать с меньшим содержанием какао-масла, крем может получиться нестабильным. Если вам нужен крем с более светлым оттенком, на данном этапе нужно добавить порошкообразный белый краситель и перебить блендером. Мы сейчас вставили кусочек из другого видео, просто чтобы показать процесс закрашивания шоколада. Так что не обращайте внимания тут на количество красителя и шоколада, так как порция была на трехъярусный большой тортик. В нашем тортике, который мы готовим сейчас, мы решили закрасить крем на конечном этапе выравнивания. На моменте вливания шоколада в сыр, его температура должна быть не выше 36 градусов. Сейчас у нас температура высокая, поэтому даем немного ей опуститься. Температура нашего шоколада опустилась до 36 градусов. Теперь будем соединять его с сыром и маслом. Если влить весь шоколад в холодную массу, он может быстро схватиться и образуются комочки. Поэтому небольшую часть крема мы откладываем к шоколаду, вымешиваем немного лопаткой, а затем миксером. Так температура более равномерно будет распределяться. Если влить в сыр шоколад с более высокой температурой, масло в нем может начать расслаиваться. Если так получилось, что вдруг вы все же допустили где-то ошибку с температурами и масса у вас расслоилась, ни в коем случае не выбрасывайте его. Есть способ, при котором можно вернуть ему однородность. Нужно крем накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на 7-10 минут. После чего достаем и перемешиваем на медленной скорости миксера. Если на данном этапе продукты не соединились, отправляем его опять в холодильник и повторяем так, пока не выйдет нужного результата. Сейчас вносим половину порции в основную массу и начинаем энергично перемешивать. Если мешать очень медленно, то будет большая вероятность образования комочков, от которых тяжело будет потом избавиться. И вносим оставшуюся часть шоколада и еще раз хорошенько вымешиваем. Вот такой пышный, эластичный, мягкий крем получился. Сейчас на нашей кухне достаточно тепло. Если температура в помещении была бы попрохладнее, тогда крем получился бы плотнее и работать им было бы не очень удобно. Если так получается, можно отправить его в микроволновку буквально на пару секунд, чтобы немного размягчить. Вот до такой консистенции. Теперь приступаем к выравниванию тортиков. Он у нас отстоялся ночь в холодильнике и только сейчас можно приступать к нанесению покрытия. Как и любым кремом для выравнивания, наносим сразу небольшой слой, чтобы собрать крошки. Выравниваем шпателем и отправляем в холодильник для застывания примерно на 10 минут. Сам крем в это время в холодильник не ставим, можно накрыть его пищевой пленкой и оставить на столе при комнатной температуре. Шпатели и лопатки лучше вымыть, чтобы крем не заветрился на них. При приготовлении данного крема мы впервые решили закрасить его на конечном этапе выравнивания. Обычно мы это делаем путем внесения красителя в шоколад, как мы это уже показывали в начале видео. Но именно сейчас подумали внести в последний финишный слой крема, чтобы использовать меньше красителя. И тут, видимо, произошла какая-то химическая реакция. Либо из-за пробивания блендером и внесения красителя на конечном этапе. Или шоколад с другими ингредиентами вдруг попались нам не очень качественными. Мы абсолютно не можем объяснить такую ситуацию. Первый слой крема после холодильника очень хорошо застыл. А слой крема, который мы наносим сейчас, так и не застыл и остался мягким. Мы даже положили небольшую порцию крема в холодильник на ночь, и он все равно так и не застыл. Очень интересно услышать ваше мнение по поводу такой реакции крема. Может, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А вообще, это было впервые. Больше мы красителя не вносим на конечном этапе именно в данном креме. И стараемся его добавлять в шоколад в самом начале. Хоть остальные виды покрытий тортов мы чаще всего закрашиваем именно на конечном этапе. Поэтому и не на 100% мы уверены, что именно в этом дело. Данный крем нам очень нравится. Мы им покрывали уже не один десяток тортиков. И всегда с ним все прекрасно. Только почему-то в одном случае произошла неудача, о которой хотелось бы пообщаться с вами в комментариях. Так что ждем вас там на обсуждении. А у нас тортик двухъярусный, который прекрасно доехал до места торжества, даже с учетом мягкого финишного слоя. А все это благодаря правильной сборке. Помните, что у нас на канале есть много подробных видео по сборке многоярусных тортиков. Так что заходите к нам, подписывайтесь, чтобы не потерять нас. У нас вы точно найдете для себя много полезной информации. С вами были сестры. До новых встреч в следующих роликах.